Противотанкист Ракета для боевой машины комплекса «Штурм-С». Весит она 48,5 килограммов, и нести ее нужно по инструкции вдвоем. Но даже теперь втроем получится. А максимальная дальность полета такого боеприпаса 6 километров. Ракета вылетает из спусковой установки, вращаясь, качаясь, отклоняясь из стороны в сторону. И вот за доли секунды, как будто чудом, траектория выравнивается и попадает точно в цель. На самом деле весь полет к мишеням на дальностях 1,5 и 3,5 километра ее ведет оператор и система наведения ПТРК. Корнет, в отличие от «Штурма», умеет стрелять дуплетом. Как это, нам рассказывает старший преподаватель Марина Турко. Она уже 10 лет учит этому бойцов. Пуск двух ракет одновременно по одной цели. То есть, когда одна ракета выходит чуть раньше, другая чуть позже, и обе летят по одной и той же траектории, поражают одну цель. Наиболее важные цели бронированные или особо укрепленные. Капитан из тех женщин, которые умеют стрелять не только глазками. Ее настрел – несколько десятков реальных пусков. А это уже один из ее курсантов. Контрактник из Мурманска объясняет нам, как работает переносной фагот. Его расчету нужно меньше минуты, чтобы уничтожить танк. Я смотрю на малую окружность, совмещаю ее с целью и довожу до конца. А вот неожиданно из кустов выезжает главная убийца бронетехники – Хризантема. Несмотря на нежное название, это очень грозный самоходный противотанковый комплекс. И пока самый современный. Модернизация закончилась только в декабре. Стрелять он может по двум целям, причем в разных направлениях – и днем, и ночью. И этой Хризантеме всякая погода благодать. Три с половиной месяца и курсанты центра, морпехи, десантники и, конечно, сухопутчики осваивают все виды противотанковых ракетных комплексов. Этот полевой выход для них завершающий, как выпускной экзамен. За право пустить именно, произвести боевой пуск, было организовано определенное соревнование. И результаты не удивляют, потому что доверили лучшим из лучших. Словом, начальство не поражено тем, что поражены все цели. Других результатов у противотанкистов быть не может. Ольга Бороднева, Александр Столяров, Александр Чуксин, Роман Сидоров. Телеканал «Звезда», Московская область.